эзотерика, допустим, а я занимаюсь профессионально продвижением своего YouTube-канала по слову эзотерика. Ну и получается так, что люди, которые пользуются поиском ключевых слов, выбирая малорелевантные слова, там попадается дуйко. И потом, допустим, человек там вбивает дуйко, и я периодически это делаю, чтобы смотреть, где там мои ролики, и я вижу, кто использует мои хэштеги. Ну и увидел человека, сидит человек, при этом человек, употребляющий наркотики, взрослый человек, очень плохо себя чувствующим, сумасшедшим просто эгоизмом и сумасшедшим просто болезнью пристательной железы и сосудов ног. И при этом мат через мат, эзотерики, долбанутые, все кретины и так далее. Материца, на чем свет стоит. Так вот, когда люди начинают так делать, то я знаю, почему это происходит. Дело в том, что вся особенность познания человека заключается в том, что он для того, чтобы человек... Что обычно ругает человек? Человек ругает то, что он не понимает. И когда человек не понимает, он это начинает ругать. Допустим, вспомню свою жизнь. Я ездил на Олимпиады по математике. А отец у меня был трактористом в селе. И я поехал на Олимпиаду по математике и дома начал там... Это меня вдохновило, я решал эти задачки, уже не помню какие-то. Вот мне очень нравилось там. И он меня очень отругал. Ну, теплый, добрый человек был. Ну, очень отругал. Что это такое? Да кому это нужно? Лучше вот разбери мотоцикл и собери мотоцикл. Вот где-то такой был разговор. Это математика. Ее ни к чему не приложишь. И что? Ты что математиком хочешь быть? И что вот она тебе даст, эта математика? Зачем оно тебе нужно? Это какая-то чепуха. Да все математики несчастные, бедные, нищие. Ужас. Я бы не хотел, чтобы ты был математиком. Он был старшим, и я ему и поверил. Ты должен быть настоящим мужчиной. Ты должен... Но он же со своей... А почему его пугали математики? Дело в том, чтобы понимать математику, нужно ее изучать. А чтобы говорить эзотерику, необходимо ее изучать. Для того, чтобы... Вот знаете, как медицинские работники часто говорят. Мы там ненавидим гомеопатов. Или мы плохо относимся к нутрицептике. Или мы плохо относимся к БАДам. Или мы плохо относимся к чему они могут... А мы плохо относимся к акупунктуре. Мы плохо относимся к йоге, к аюрведе и так далее. Вот только оперативно нужно удалить. Или вот только антибиотиками полечить. Есть протоколы лечебные. И только так можно улечить человека. И они говорят, что они уроды. Их вообще надо садить, убивать, уничтожать, как обычно. Они не доктора. Они всем врут. Мы только доктора. Мы только вылечиваем и так далее. Хотя это тоже неправда. Ну и с чем это связано? Дело в том, что они боятся. Они боятся неизведанного. Их мысли, они связаны только со знанием того, что они умеют делать. Почему я человек, имеющий высшее медицинское образование, начал изучать акупунктуру, йогу, аюрведу, тибетскую медицину, свод науки лечебный. И читал, и там, ну, что угодно. Знаете, у меня колоссальная библиотека. Она вот передо мной находится. Она из десяток тысяч книг. Я сейчас в кабинете, где эти книги лежат. И я могу сказать, что когда ты начинаешь в это все погружаться, и даже начинаешь потом это все пробовать, ты начинаешь понимать, что они, эти знания, не поверхностные. Они глубокие, имеют свою историю, имеют свои подтверждения, свои недочеты. Но бояться их не стоит. А может быть, их нужно исследовать и наоборот рассматривать еще и с этой позиции медицину. Вы представляете, каким был бы медицинский работник, если бы он мог применять не только, допустим, диагностику по МРТ, еще и диагностику по пульсу, по внешнему виду. Мог бы подобрать диету, рассказать, какие не только препараты, а травы попринимать. Куда понадавливать или что понажимать. Поставил бы иголки человеку, сделал бы профессиональный массаж, дал бы рекомендации по сну. Дал бы рекомендации не только по неврологии, а дал бы рекомендации по психиатрии, как психолог мог бы отработать с человеком и так далее. Это был бы нереальный специалист. Скажите, это могло бы использоваться и быть... Такой врач мог бы иметь популярность? Несомненно.